Синие жилеты делают ход конем. Любители прокатиться на общественном транспорте бесплатно теперь записываются на видео. Ни соколиный взгляд, ни какие-либо отговорки уже не помогут. Рейды контролеров стали еще более бескомпромиссными. Бобруйских охотников за зайцами вооружили видеорегистраторами. Видеорегистраторы мы получили в конце сентября месяца и уже полноценно мы с 2 октября оснащили контролеров пассажирского транспорта видеорегистраторами, пока получили 15 штук по одному на пару. Контролеры входят через переднюю и заднюю двери, чтобы найти ответ у безбилетных меньше минуты. Хорошо, когда только словами заканчивается спор. Правда, не всегда цензурными. Бывает, дело доходит и до рукоприкладства. Поэтому дополнительные глаза и уши, уверяют в Бавруйском троллейбусном парке, помогут снизить количество двуяких ситуаций. Хорошо предъявлять оплату за проезд для контроля. Ирина Колымаева – ревизор со стажем. За смену ей нужно проверить до 70 троллейбусов. Закон гласит – не оплатил проезд – получи штраф. Контролеры не волнуют ни статус безбилетника, ни причины, по которой тот едет без проездного документа. Как бы душераздирающе не звучала история так называемого «зайца». И как раз подтверждением законности действий служит видеорегистратор. Дисциплинирует больше людей и нас в том числе тоже. Когда люди видят видеорегистратор, они более спокойно себя ведут, оплачивают. В основном я работаю согласно служебной инструкции. Если мне положено брать штраф, я его беру. Цена вопроса – 55 копеек. Если платить за проезд водителю, то талон обойдется в 60 копеек. Сам же штраф – 12,5 рублей. Разница существенная. Кстати, горожане видеорегистраторы, как ни странно, поддерживают. Мало ли конфликтная ситуация, всегда нужно разобраться. Ну, чтобы виден был конфликт, кто виноват там, допустим, да? Или как контролеры работают. Конфликтная ситуация, постоянно какие-то пьяные люди не оплачивают за проезд. То есть, ну, конечно, хорошо. Очередной рейд троллейбусных ревизоров прошел спокойно и по плану. Как они сами признаются и слава богу. Это значит, что бобручане – законопослушные граждане, которые понимают важность оплаты проездных документов. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.